Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает вопадом. И сегодня я хочу вернуться к сюжету, о котором когда-то рассказывал, много лет назад. Это Эрнест и Селестина. Бельгийская художница Габриэль Винсан, её не стало в 2000 году, фактически наша современница, очень давно придумала этот сюжет про медвежонка и маленькую мышку, Селестину, которая у него живёт. Я, помнится, уже говорил в предыдущем рассказе про Эрнеста и Селестину о том, что такая модель, такой большой, огромный, неуклюжий, сильный и добрый персонаж, такое маленькое непоседливое создание, это такая типологическая позиция. В литературе это очень часто, частотные образы. Кто бы там ни был большой, кто бы ни был маленький. Но Эрнест и Селестина это не про медведей и мышей, это совсем другое. В чём совершенно незаурядное и очень такое запоминающееся обаяние рисунков Габриэль Винсан, я попытаюсь вам описать. Но для меня совершенно неудивительно, что знаменитый Даниэль Пенак заинтересовался этим сюжетом, этими книжками, картинками, да, и стал придумывать уже текстовую историю про них. Потому что, во-первых, у этих книжек есть некоторые особенности. Особенности, которые будут интересны, а может быть даже выведут как-то на разговор с дошкалёнком родителя, а может быть даже станут поводом для каких-то узнавания чего-то в этом мире, да. Вот, для какой-то, ну скажем так, ведь любое, всё непонятное, что встречается в книге, да, это повод для педагогической работы, да. Это прекрасный повод для педагогического урока, который должен быть разыгран в лицах взрослым и ребёнком. Это всё расстановка границ, это всё пояснение непонятных вещей в окружающем мире. И Эрнест и Селестина здесь тоже исключительно хороши, да, исключительно удобны. Но сначала, в целом, что объединяет эти пять новелл? Кстати, о названии. Из-за главной истории. Книга не является сугубо рождественским или новогодним подарком, да. Есть такой особый тип книг, такая, знаете, подарочная рождественская книга. Вот их хорошо покупать перед Новым годом, вот. И, в общем, так же хорошо о них забывать сразу после того, как вы вручили подарок, и ребёнок порадовался ему ровно две минуты. Потому что эти книги такие, вот они праздничные, яркие, но они не глубокие. Вот. История про Рождество здесь только первая заглавная история из пяти имеющихся в этом сборнике. И она совершенно не определяет ни того, что, ну, того ощущения, того впечатления, которое на меня произвела книга. Это просто один из эпизодов. Так что эта книга, она не одноразовый подарок. Это книга для долгого, вдумчивого, совместного с ребёнком чтения. Итак, что самое главное в этих иллюстрациях? Эти бесконечно нежные, очень трогательные, очень прозрачные акварели, они на самом деле полны живых деталей. Это очень вечный, живой мир, где всё подмечено, где всё нарисовано. В этом мире одной из его особенностей является то, что он абсолютно реален. Это реальный Париж первой половины XX века. Это реальная жизнь, реальной семьи. Ну, в данном случае, состоящая из медведя и мышки. В том, как Винсан изображает Эрнеста и Селестину, конечно, прямо недвусмысленно показывается, что это никакой не медведь, никакая мышка, это взрослый ребёнок. Все эмоции, особенно у Селестины, изумительно переданы в движении. Она подпрыгивает, она упрямится, она волочится следом за взрослым, когда ей куда-то не хочется. Когда, например, она скучает в музее, она тянет за руку папу, ну, в смысле, медведя, да? Значит, ну, пойдём уже отсюда, да? Она лезет обниматься и целоваться. Она радуется, подпрыгивая, хлопая в ладоши. Она прячется, она хитрит, она стыдится. Она грустит, она в ужасе и в панике. И всё это показано движением лапок, мордочки, да? То есть, как вы понимаете, оставаясь мышкой, да? При этом, конечно, Селестина у нас не мультяшная мышь, у которой есть, ну, собственно, там два десятка всем известных гэгов, приёмов, копирующихся из мультфильма, и больше ничего, да? Селестина абсолютно индивидуальная, при этом это живой ребёнок со всеми его эмоциями, с набором всех реакций ребёнка. Это бесконечно радостно узнавать, на этом можно любоваться в совершенно неограниченное время. Не надоедает от картинки к картинке, от кадра к кадру. Вот, потому что вообще, в принципе, да, обычно гораздо проще работают с эмоциями и авторы многих комиксов и так далее. Здесь, ну вот, Вин Сан вкладывает, видимо, всю душу в именно выражение морд, которые остаются, ещё раз напомню, звериными мордами, но при этом передают очень многое. Значит, ещё одной особенностью того мира, который вы можете видеть в этом роскошном альбоме, это то, что, в принципе, это мир зверей, да? Вот, если вы откроете страничку 30, там после того самого празднования Рождества замечательного, взрослые родители пришли за детьми, они заглядывают в комнату, да, а дети там ещё пытаются ухватить последние минутки веселья, да, и с неохотой, но в то же время радостно бегут, значит, к своим мамам, папам, вот, чтобы расходиться по домам после праздника, который для них устроили Эрнест и Селестина. А в проёбе дверей вот эти вот, значит, заинтересованные морды родителей, вы увидите, что это сплошь медведи. То есть, ну, ещё раз говорю, это не случай такой вот странный, да, одного медведя и одной мышки. Это вот такой мир, да, и, конечно, в каком-то смысле все мы с вами, дорогие родители, медведи, да, а в каком-то смысле все наши любимые деточки, это, значит, такие вот непоседливые мышки. Селестина очень эмоционально, она вот воспроизводит именно типаж такого доверчивого, такого веселого, игривого ребёнка, да, который в то же время способен на серьёзные чувства, серьёзные поступки, когда Эрнест в эпизоде болезни заболевает, она очень трогательно о нём заботится. Вот, дальше в этом мире, конечно, художник обыгрывает вот это вот, эти образы. Например, когда они идут в музей, там Селестина просит Эрнеста задержаться у статуи. Её, как ребёнка, вся вот эта вот живопись, которая там поразвешена по стеночкам, да, эти картинки не интересуют. А вот статуя это интересно, а там статуя в античных одеждах, большая, величественная, да, в лавровом венке. Как вы понимаете, статуя, естественно, медведя, да, то есть, такие гэги там встречаются, такие шутки, вот. Автор, это художник, вернее, это обыгрывает, вот. Но суть не в этом, это всего лишь детали этого мира. Во-первых, в этом мире очень нужна этот мир хрупок. Этот мир хрупок, и мы понимаем это с первых совершенно разворотов истории про Рождество, с историей про музей, допустим, с историей про болезни Эрнеста. В истории про Рождество они не могут отпраздновать Рождество, хотя он, Селестине, обещал, что они отпразднуют, потому что у них нет денег, ни на что. Ни на елку, ни на свечи, ни на подарки, ни на угощение. Поэтому праздника не будет. Конечно, это ужасное расстройство, и вообще ситуация из ряда вон, выходящая. И как они ее решают, ну, как вы уже догадались, украшения для елки они сделают. Елку они найдут там в лесу, где-то, значит, сурбит они ее не покупают. А украшения они сделают из цветной бумаги, и фольки, и фантиков, оставшихся от конфет, потому что, увы, сейчас им конфет купить не на что. А кое-какие забавные вещи, опять же, для украшения комнаты, елки, праздничного стола они найдут на помойке натуральном, внутреннем, в мусорных баках. Вот, и там же найдут и материал для прекрасных карнавальных костюмов, которые они соорудят. Но, как вы понимаете, это, в общем, нетривиальные ситуации для детской книжки. Они, мягко говоря, небогато живут. И в эпизоде про музей они не просто от скуки и с просвидетельскими целями идут в музей, а сейчас я тебя, значит, дочка поведу в музей, да, как с гордостью говорит любая мама, любой папа ребенку. А они идут туда устраиваться на работу. И Эрнеста больше всего волнует, разрешать ли ему брать с собой ребенка на работу. Конечно, нет. Смотритель в музейном зале не имеет права приводить с собой ребенка. Но хотя бы посмотрите экспозицию, говорит директор музея, и они идут осматривать экспозицию. То есть тоже, понятное дело, что он ищет работу, понятное дело, это какие-то реалистичные детали, которые придают особую трогательность всей истории. И когда, например, он заболевает, быстро выясняется, что в доме ни лекарств, ни средств особо к существованию, Селестине приходится проявить настоящий героизм для ребенка, поскольку она его и в постель укладывает и говорит, вот тебе сладкая еда, а может быть какао, говорит он, ты же на диете, никакого какао, и так далее. То есть Селестина о нем заботится. Но это, опять же, очень реалистично показано. Вот такая вот медвежья-мышиная жизнь. Она не без своих трудностей, она не без своих радостей. Она очень реалистична, потому что в том же самом музее Селестина смертельно заскучала, например. И вот там она прямо тащит, ну пойдем, ну скорее уже. Ну а Арнестр рассматривает, говорит, вот у меня есть книжка по искусству. И там есть эта картинка, говорит он, значит, Селестине, которая, конечно, совершенно до хвоста все эти картинки, да, ей хочется только поиграть. В конце концов она теряется в музее, паникует, Арнест ее находит. И это тоже очень характерная история, потому что, ну кто из нас не терялся где-нибудь, да, в таком возрасте. Вот, точно так же, как и история с испугом, когда Дед Мороз пришел, а Арнест куда-то подевался. И вот Селестина бегает, в конце концов выбежала на улицу уже в поисках. Ну куда же Арнест-то, куда он ушел-то, ведь Дед же Мороз сейчас будет подарки раздавать-то. А любимый медведь куда-то делся, да. Вот, пока не произойдет разоблачение персонажа, да, мышка так и не успокоится. Это действительно здорово нарисовано, действительно здорово придумано. И это действительно очень-очень добрая история. Вот про фотоателье замечательный эпизод, которое многому научит и маленького читателя, и его родителей, которые будут читать эту историю, как мне кажется, чуть более серьезно, чем обычную книжку в картинках. Уж больно здесь много таких, вот я бы сказал, пасхалочек спрятанных, да, иногда социальных, иногда психологических, в рисунке, в тексте, в подрисуночных подписях и так далее. Вот такая очаровательная книга, да, очень рекомендую. Причем я бы возрастные рамки, возрастной адрес книги расширил, да, не только для самых маленьких, но и для среднего, и для старшего школьного возраста. Здесь есть чему поучиться любому, кто берет карандаш или кисточку в руки, и есть чему поучиться любому, кто придумывает и задумывается о том, какие истории бывают для маленьких детей, как они придуманы и как они написаны. Спасибо за внимание.